МАКСИМАДЗЕ И сегодня у нас второй выпуск по модификации на Hello Neighbor, Hello Neighbor All The Style. Я рад приветствовать вас в нашей обновленной студии. Старался сделать новое оформление, новую студию, как раз к 5000 подписчиков. Провели несколько субботников, так называемых, и вот, по-моему, неплохо получилось. Надеюсь, что вам всем понравится. Это, впрочем, я думаю, может понравиться не всем, но кто знает. Но надеюсь, что, по крайней мере, большинству из вас понравится. В общем-то говоря, я очень над ним старался. Ну и вот, собственно, в честь 5000 подписчиков на канале я это выкатил. Кстати, новое оформление, вот это новый интро, причем, который вы видели, оно было сделано еще в декабре прошлого года. То есть, заранее как бы все это делал. Ну и вот, надеюсь, что получилось неплохо. Итак, короче, давайте продолжать. Давайте выберем акт. Собственно говоря, картинки тут тоже как бы изменены под old style. Правда, вот я всегда жаловался, что... Вот мне никогда не нравилось, что вот в акте 1 картинка правильная, то есть вот этот дом. А вот в акте 2... А вот, и вот тут почему-то как-то не совсем. Вот могли бы в акте 2 на картинке поставить этот дом, который в акте 2 мы видим. Вот этот большой. И в акте 3 тоже дом, который впервые появился в альфе 3, могли бы вставить картинку, а не вот эту. Ну и, наконец-то, в финал могли бы этого, где картинку с огромным соседом поставить. Missing NTT я, к сожалению, не исправил, видимо. Ну, не знаю почему, нельзя было так сделать. Мне кажется, было бы более логично поставить дома, какие будут... Основную часть... Показать на картинках надо основную часть акта. Собственно, мне кажется, это более логично. Ладно, выбираем акт 3, мы остановились на нем. Собственно говоря, предыдущее новое оформление, новый дизайн появился в 2021. И вот теперь, спустя 3 года, такой вот новый дизайн. Но логотип канала не изменится никогда. Он всегда будет таким, меняться никогда не будет. А вот оформление канала может меняться раз в несколько лет. Ну, давай, грузись, чё? Мне кажется, игру надо перезапускать, чё-то заглючило. Так, сейчас ещё раз попробуем. О, вот сейчас всё прогрузилось. Да, вот тут мы остановились. Акт 3. Да, окна в домах стали ровные. Вон там вывеска стала реалистичная. И здесь, здесь тоже. Ну, он то здание, конечно, как бы всё ещё покосившись стоит, но окна хотя бы ровные все. Так что это радует. Ванна нормальная. Всё замечательно. Ну, классно, в общем. Проигрыватель. Так, подбираем письмо. Да, тут по-прежнему буквы русские переставлены, ничего не понятно. Да, о, чемоданчик вот такой вот. Да, ну тут недоделка. Шкафчик он не закрыл толком. А, и холодильник тоже не закрыл. Чемодан не поднял вроде. Собственно, мне MissingNTT, собственно, увидел первую серию и там дал ответ в комментах по поводу коряво поставленных замков и вот таких вот косяков, которые мы только что увидели. Дело в том, что он как бы вносил изменения исключительно в модельки файлов игры и в некоторые, так сказать, звуки и настройки соседа некоторые. А в саму карту игровую и внесения изменения не вносились. У него нет возможности это сделать, потому что для этого надо, чтобы исходный код игры был доступен. А он недоступен. Так, а тут уже по-английски все написано правильно. Реалистичная машина главного героя, причем нормальный обзорчик изнутри вот нее. Так, в общем, у нее вот здесь спокойно все открывается. Можно посмотреть и машину изнутри. Сгоревший дом соседа. Собственно говоря, я видел стримы всякие по этому моду, который MissingNTT проводил еще до выхода этого мода самого. Там, короче, много задавались вопросов, что бы, так сказать, дом, например, поменять на старый дом из Альфы 2, потому что, как бы, дом из первого акта это копия дома из Альфы 2. Менять его не... Менять на старый дом из Альфы 2 не вариант, потому что он не очень-то по размерам подходит. Особенно второй этаж. Там очень сильно отличается второй этаж. А лучше про Hello Neighbor 2 так и говорить нечего. Там вообще по-другому дом устроен. Он выглядит так же, но сделан по-другому. Но внутри абсолютно другой. Телефон в воздухе висит, к сожалению. Я видел стрим, он говорит, что исправить это не может, потому что оригинальный телефон, он как бы высокий. И трубка ложится на него вот так вот сверху. Он сам нисколько не отрицает, что это на полноценный ремейк не тянет. Но более-менее удовлетворительного результата пытался добиться. Но, на мой взгляд, в принципе, даже не удовлетворительный, а довольно хороший результат у него получился. Вполне... Мне вполне все нравится. Сейчас посмотрим, как акт 3 еще будет выглядеть. Будем акт 3 проходить, пожалуй, по-честному. Будем проходить его по-честному. Манекены, тортики все будем брать. Но я, наверное, включу сохранение инвентаря, потому что иначе эта жесть будет полная. Я не отрицаю, я не суперпрофессионал в этой игре. Дорогие друзья, я заметил, что не все из вас знают о том, что у меня есть еще влоговый канал, который просто называется «Максим Артемов». Я выкладываю сюда какие-то короткие моменты из своей жизни, без всякого какого-либо монтажа, просто снятый на мобильный телефон. Иногда я буду сюда выпускать некоторые вырезки с интересными моментами из канала «Максимадзе». Так что переходите, подписывайтесь на этот канал. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Так, ну вот, собственно, дом, впервые появившийся в Альфе-3. Жаль, что Миссинг Антити не может вносить изменения в карту. Он говорил, что если бы можно было бы, он с радостью бы это сделал. Я думаю, он мог бы тогда даже вот эти вот окна изменить. Да, молния, как в Альфе-3 было. Он мог бы изменить вот эти окна, которые в Альфе-3, они были такие равномерные, а тут одно стоит тут, а то другое правее чуть-чуть. Так, собственно, давайте наш дом посмотрим. Ну, в принципе, мне кажется, там смотреть особо-то и нечего. Давайте все-таки день, когда будет, тогда посмотрим. Ну, кстати, вот тут по освещению немного напоминает эту Альфу-3 тоже. О, так лучше. Давайте сейчас посмотрим дом. В принципе, вряд ли он чем-то особо отличается. Прототип опять показывают. Звуковая дорожка в третьем акте одна только. Ну, собственно, смотреть тут особо нечего. Так, все по стандарту. Но главное, что реалистичность и рисовки, это очень прям радует. Так, спальня. Здесь отсылки на смертника нету. Картины зря из-за старого стиля все, да. И книжечки тоже. Все замечательно. Так, слишком яркая лампа тока. Ну, классно, в общем. Фотографии... Фотографии вот таких вот мужиков. Обязательно должна быть. Правда... Правда, похоже, к соседу они все-таки никакого отношения не имеют. Ни в одной истории, ни в одной книге, ни в какой-либо игре нет ни единого намека на то, что сосед гей. Может, это вообще не сосед даже. Так, ну, миссинг, иди там, хрюшка. Обязательно должна быть. Из Angry Birds. Ох, как быстро едут машины, ну-ка. Давайте туда посмотрим. Блин, как мне эти деревья нравятся, обалдеть. Полеты в баках запрещены. Можно будет после прохождения игры немножко полетать по карте, посмотреть, что там да как. Кстати говоря, мне написали также в комментах, что вот этот вот Change Daytime работает исключительно в третьем акте. Так, а в других актах не работает. Можно Change Skills менять. Это возможность. Это что сосед умеет делать. Ставить ловушки, я так понимаю, капканы. Ставить камеры, ставить ведра на двери. Кидать клей, кидать помидор, кидать капканы. Все это включено. А это то, что мы будем получать из-за Power Throw. Это супер бросок, он отключен. Этот невидимость, довойной прыжок и этот отталкивание. Оно, пускай у нас будет отключено, будем добывать честным способом. Значит, давайте пробираться в дом соседа и будем его смотреть. Звуки открывания двери, кстати, тоже из старого стиля взят. Такой вот лифт, прикольненько, прикольненько. Так, вот на бумажку взять надо. А, кстати, я вот что сделаю. А, это у нас уже отключено, это я заранее, видимо, выключил. Короче, я, пожалуй, отключу опцию, чтобы пропадали вещи при ловле соседом нас. Потому что иначе это на очень долго тогда затянется. Да, кривовато стоят замки, но, как он говорил, не может это исправить. Короче, очень впечатляюще выглядит. Блин. Есть, тут еще есть такие. Эй, а чё это? А чё это? А чё открылось-то? Лифт, что ли, открылся сам? Или это какой-то косяк произошел? Ой! Пошел нафиг, сосед! Сюда ему не попасть. Никаким образом. О, отлично! Закрываем эту фигню обратно. А, стоп! Блин! Я же ключ теперь не достану. А, ладно, я сейчас... Я сейчас лоханулся, я рановато закрыл. Ничего, сейчас прыгнем еще раз, достанем. Так, надеюсь, я оттуда допрыгнул. Хорошо, отлично. Все, эта дверь больше не пригодится. Зонтик. Зонтик очень нужная в третьем акте вещь. Так, замечательно. Мониторчики, как в Альфе-1. Разве что я не помню вот этих шестеренок внизу. Ну и кнопка там чуть-чуть внешне отличалась. Так, ну дверь вниз. Стенки. Да, вот эти красные обои, я помню. В Альфе-1 были такие. Это классно. Искусственный интеллект тут очень хорошо прям продвинутый. А, кстати говоря, в этой модификации можно еще вешать картины в любое место, куда заходите. И также можно вешать часы в любое место тоже. Давайте на дверь. Вот сюда повесим. Часы, правда, не идут. Вот так вот еще сделаем. Искусственный интеллект сильно продвинутый. Тут сосед реагирует практически на все. На каждый наш шаг. И, в принципе, и правильно. Ведь... Ведь нифига это... Ведь в релизной версии какого-то фига разработчики еще убрали возможность отвлекать соседа телевизором, будильником или радио. И какого фига это сделали, вообще не понимаю. Это бред какой-то полный. И, блин, кстати, вот реально спасибо Миссинг Антити за то, что он сделал возможность включать и выключать возможности того, что пропадают предметы из инвентаря приложения седа или выключить это. Вот это прикольная вещь, почему ее в оригинальной холодной броне сделали. Ну, прикольная же опция. Можно было бы включить и выключить. Более того, это же... Как мы выяснили, это можно реализовать так, чтобы это могло опционально действовать. Да не, не дрога, иди меня. Так, манекен реалистичный, телега тоже реалистичная. Это классно. Телега, видимо, смоделирована самостоятельно была. Сам автор, впрочем, говорил, что моделирование он вообще не шарит. Видимо, моделировал он не сам, может где-то готовый, просто материалы брал. Так, все вот эти предметы тоже реалистичнее. Я так понимаю, это газировка, та, которая розовенькая. Да ёб... Отвалите вы от меня, пожалуйста. Не трогайте меня, ё-мое. Интересно, можно ли включить способности вот эти скиллы персонажа в первом или втором акте? Надо будет потом проверить. Действительно, как бы миссинг интити сделал так, чтобы... ...было отключен этот усилительный бросок. Потому что он посчитал, что это действительно странно. Ведь, в принципе, может быть и правильно. Но его можно включить с помощью вот этого учить меню, который на английскую кнопку U открывается. Консоль. Да не, не дрогайте меня, я вас прошу. Дай. Отвалите от меня, я вас прошу. Собственно, так же, как и в обычном ихлоу-ноябре, нам надо пять предметов взять, телегу. Они должны быть такие же, как у этих манекенов. Так, помимо тех, что мы взяли, надо ещё банку с огурцами. Отвалите от меня, я вас прошу. Несколько стримов миссинг интити по этому моду проводил. Вот последний из них уже был предрелизный практически. Миссинг интити, как я уже говорил, весьма умный и грамотный чувак. Действительно, разбирается вот в этих вещах. Я бы вообще не смог бы ничего подобного сделать. Он, короче, молодец. Но единственное, как видно на стримах, он так очень эмоционально себя ведёт иногда. Иногда даже местами не совсем адекватно, можно даже сказать. Вот на последнем стриме он очень часто повторял фразу «сосед-то новичок». «Сосед-то новичок», и эта фраза реально заколебала меня, если честно, пока я смотрел. Эта фраза реально заколебать сумела. Так, давайте толкнём, и дальше постараемся что-нибудь положить в телегу. Иногда, кстати, действительно в оригинальной игре могли... Блин, это не так просто ещё будет сделать. Да нет, стой! Да отстаньте от меня! Да ё... Не трогайте меня, и телегу мою не трогайте. Бывает так, что... Короче, бывает так, что манекены могут и мою тележку сами прокатать, врезавшись в неё. И это реально может выбешивать. Чуть-чуть ближе надо. Да, блин, а! Заколебали. Туда-сюда еду, ездить. Да что ты будешь делать, а? Давай, ну да ёшкин кот, а! Вот с этим... Я часто сталкивался с этой проблемой. Положить что-то в телегу. Да, блин! Она либо не долетает, либо перелетает. Да что ты будешь делать, а? Он издевается надо мной, или что? Во, наконец-то положил. Так, ещё банку с угрюцами надо. Иногда бывает так, что из-за багов какой-то предмет может вылететь из телеги, или вообще просто исчезнуть. Сталкивался с таким, надеюсь. То есть не произойдёт этого сегодня. Ограничение. Кстати, надо вот эту мини-игру, вот этот страх пройти максимум за 10 минут. После 10 минут игра начнётся сначала. И вот эти манекены реально малину подпарчивают. Где огурчики-то? Я их не вижу что-то. Да нет, не трогайте меня. Что-то я их не вижу, серьёзно. Огурцы-то где? Не трогайте меня, я вас прошу. Сволочи! Сволочи! А это 10 минут что ли истекли уже? Падлы, падлы! Я где-то видел, огурцы были. Огурцы просто не могу, не могу я найти. Не вижу их. О, вот они. Что-то я их реально не видел. Так, господи, ну бесите вы меня очень сильно. Так, чипсы. И сок. Потом ещё надо будет варенье. Уезжайте, уезжайте, пожалуйста, отсюда. Ну вот, вот, видите, вот бесят, когда манекены врезаются в телегу мою. Вот, особенно выбешивает так, когда они врезаются в неё, и она до самой кассы едет, и в итоге засчитывает то, что я не собрал нужные предметы, и, собственно, проваливается мини-игра из-за этого. Так, а, нет, сначала надо положить эти предметы. Опять мимо. Опять мимо. А теперь наоборот, не долёт. Да что ты! Да что ты! Выбешиваешь так меня, а? Да что такое, а? Это выбешивает просто. Вот я из-за этого время кучу трачу. Так, варенье, варенье, варенье. Нет, не трогайте меня, я вас прошу. Варенье где? Вот варенье. Отстаньте от меня, я вас очень прошу. Да что это такое, а? Ну, клади же, ё... Что за говно-то? Ну! Надо мной реально издевается игра, я так понимаю. Положить предмет в телегу всегда была большая проблема. Да ё-моё, ну то недолёт, то перелёт. Вот, ну вот, отлично. Теперь главное, чтобы не вылетели предметы. Всё, отлично. Это дело прошли мы. Отлично, это дело я прошёл. И теперь я получаю доступ сюда. Тортик. Здесь у нас имеется... Так, сюда надо граммофон. Я, в принципе, помню, как всё проходится. Вентиль нам, благо, не пригодится, но нам нужно было спустить в воду. Три кусочка торта нам надо таких найти. Так, кладём в тарелочку. У нас магнит же есть, да? Так, идём сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда. И вот здесь ломик будет. Который нам нужно поймать. О, глобус открылся. Я мог его сейчас... Ну ладно, давайте всё по-честному сделаем. Всё же. Всё, как задумывали авторы игры. Несём ломик, чтобы его остудить. Всё, теперь магнит нам точно больше не нужен. Отличный ломик я взял. Положим его пока сюда. Пусть тут на столе лежит. Здесь ничего полезного, в принципе-то. Так, давайте дальше. На, я хочу подняться в эту... К поезду. В лифт пока не пойдём. Мне не пришлось кидать сюда предмет. Какого-то фига лифт сам открылся. Э, в смысле, я чё сделал-то такое? Короче, надо пробраться в эту. Блин, он капкан поставил. Вот падла. Ничего, я сейчас уберём его. Опять, он его опять поставил. Ой, господи, ты будешь живой. Нет, надо избавиться от капкана. Вон около двери стоит. Так, надеюсь, что новый он пока не поставит. Блин, я даже не увидел его. Не сработало, очень жаль. Нужно как-то пробраться туда. Определённо. Определённо. так коробки нужны мне надо забраться туда наверх блин они хотят ровно стоять так мы сюда и у нас сюда ему не войти точно запускаем ух ничего себе прикольно прикольно сделано последуем за поездом о прикольно звуки поезда из альфа-1 причем даже есть ностальгия есть даже какая-то какая-никакая да пошел ты нафиг ты меня не найдешь ты меня не дают станешь на этих рельсах так ну эти но они застревают конечно это было и в оригинале тоже но они исчезнут чуть позже какое-то время так надо будет туда пойти там будет дверь которая открывается только ночью кресло кресло качалки есть это предмет который был файлах при альф вроде но но не вошел ни в одну версию игры в школу там видно вот церковь я кстати не вижу но он там наверное но ее видно не очень хорошо короче надо чтобы он меня поймал мне нужна ночь потому что там будет дверь который открывается только ночью вот поэтому пускай он меня сейчас поймает несколько раз так отлично ночью вот теперь главное чтобы у меня не поймал если он меня поймает то может быть плохо да блин он бесит и сын и капканами ставить постоянно подбирайте этот капкан ем и а давайте че сейчас в лифт побежим нет он еще один капкан поставил то ладно так я вот что сделаю можно вот так вот просто сделать чтобы время особо нет да это 4 но в любом случае что нам делать постоянно попадаться ему что ли он поставил свой собственный капкан залез и застрял каков молодец сосед наш да блин да из-за капкана дверь теперь не открывается это сосед сломал дом свои есть теперь не зайти туда а капкан этот не подбирается кстати он по он застрял замечательно в этот дом теперь не зайти о кстати о сейчас приоткрылась муж сейчас можно поднять ну-ка капкан капкан что-то вляпался в текстуры он не он и он не под он не подбирается это вот это вот такие баги выбешивают конечно прикольно даже фара у поезда есть ничего себе у пароводика нашего а сосед так делал где-то застрял что он ничего не видит что ли камера камеры при ловле видимо обратно включаются всегда а я могу обратно закрыть я закрою чтобы он сюда не зашел он скорее всего не зайдет не зайдет ну сюда все точно не попадет так дверь которая открывается только ночью так берем граммофон и нужно поставить сюда какую-нибудь коробку чтобы дверь не закрылась что подпереть ее так а теперь надо чтобы наступил день и не вот такое именно для полдень проклятый капкан я не могу из-за него зайти выше бы дверь будь бы у меня сильный бросок но увы нету багажник кстати говоря улья на удивление открывается он не открывался так в акте 3 вообще я застрял они все нормально так еще раз без идем туда так ждем пока поиск проедет а то не дай бог он не собьешь сейчас поправить что-то ватсапе пишут потом посмотрю долго едет конечно да есть быстрее блин он точно едет не остановился нигде а вот и и и и и и и Так, хорошо Второй кусок торта Кладем сюда коробку На всякий случай, ну вдруг нам еще придется Нет, эта коробка не подходит Ох ты, ничего себе, вот это дверь Такая выровненная просто дверь стала Так А, тут картины с мультяшного стиля рисовки осталось Ну осталось так осталось Вот такая вот смешная шляпа С крутилочкой Добавлено, ну в эту комнату соседу точно не зайти Так, ох ты, дротики, ничего себе Так, куда попадем Эх, попал В воду, ну-ка А если мишень тоже, кстати, реалистичная Опа Ну, почти в центр вроде попал Неплохо Так, неплохо Так, что еще надо поставить Фонарик Фонарик Вот он, фонарик Так, вроде все поставил Ну-ка посмотрим Да, открылась фигня эта Теперь приступим к этим растениям На лифте опять Блин Да, вот сюда Вон туда надо будет еще Сходить Да не пульт Коробку надо мне Блин Как досадно, а Да что ж такое, а Так просто туда не проберешься, блин Так, тут дверь Дверь так и не открывается Из-за капкана Криво поставленного Короче, сосед сломал свой дом Капканом своим дурацким О, ничего себе Даже вот эта вещь перерисована Обалдеть О, он как-то смог выбраться Что ли Из этой двери Да не пройти туда Никаким образом Хотя сосед Как-то смог вылезти Все же Нет, он как-то заходит туда А я не могу зайти Так, да, да, да Идем Так, где? Так, я помню, что они должны на красной позиции стоять Почему-то они на зеленой Что, кстати, довольно нелогично Но, к сожалению, это так Так, теперь спускаемся туда вниз А, блин, господи Одна какого-то фига обратно встала туда Вот я вот, ну, я вот обожаю прям такие моменты, когда Одна штучка Какого-то фига нет О, сосед смог починить дверь свою И капкан, все, капкан исчез, отлично Сейчас почти, сейчас идем чинить Блин, камеру поставил А как он поставил сюда камеру? Он же сюда зайти не может Так, ну, блин, вот это десантник он, конечно Так, поставить глобус Проблема будет довольно большая Я предлагаю продолжить в следующей серии Довольно-таки много времени занял этот выпуск Короче, глобус будем в следующей серии уже ставить Ахт-3 проходится довольно долго Так что всем спасибо за просмотр С вас и господписовцы С меня и эпичные видосы Подписывайтесь также на мой влоговый канал Вступайте в группу ВКонтакте И всем пока Увидимся в следующих видео Редактор субтитров А.Семкин